Перед вами искусственный язык, химия. Когда химики добрались до того, что химия бывает не только неорганическая, но еще и органическая, они обнаружили, что соединить углерод с водородом можно столь многими разными способами, что для каждого вещества придумывать отдельное название – это их просто не заполнишь, потому что их не просто много, а просто очень много. И тогда они придумали некоторую систему названий, чтобы когда видишь формулу, сразу понимать, как она называется. Или когда слышишь название, сразу понимать, какой формулой будет это вещество выражено. Итак, искусственный язык, химические формулы. Некоторое время думаем сами, а потом будем разбирать. Лингвистическая олимпиада сейчас проводится с отборочным туром. Отборочный тур 18-20 января. Это заочно? Это заочно, да, по интернету. Вы регистрируетесь, получаете на свой компьютер задания, решаете их и отправляете нам. У нас компьютер проверяет, и, соответственно, вы получаете либо допуск на очный этап, либо недопуск. Если вы получаете недопуск, то в прошлые годы можно было прийти просто вне конкурса. То есть, как бы, призов вы не завоюете, но если вы придете, мы вас палками гнать не будем. Если человек хочет прийти и порешать наши задачи, то мы такого человека любим. Потому что, может быть, он в этом году ничего не решит, а в следующем как раз все решит. А где проводится? Ну, обычно первый тур в МГУ, второй в РГГУ. То есть, после заочной? После заочного будет очный этап из двух туров. Первый тур, второй тур. Тут задачка посложнее, тут уже одними столбиками не обойтись. Тут придется нам составить две таблички. Одна табличка по названию веществ. Как вы могли заметить, у нас что-то начинается на «эт», что-то на «про», что-то на «бут» и что-то на «гелт». А заканчиваться оно при этом может либо на «ан», либо на «эм», либо на «ин». У нас есть «этин», у нас есть «пропан» и «пропин», у нас есть «бутен» и «бутин», и у нас есть «гептен». И теперь посмотрим по химическим формулам. У нас атомов углерода бывает 2, бывает 3, бывает 4 и бывает 7. А сколько у нас бывает атомов водорода? Кто-нибудь понял, как они связаны друг с другом? А все числа у них четные. Да, они, во-первых, все четные. И как количество атомов водорода связано с количеством атомов углерода? В 2 раза больше. Да, в некоторых случаях ровно в 2 раза больше. В 2 раза больше. Или в 2 раза больше минус 2. А садряж 8, садряж 8. В 2 раза больше минус 2. А бывает в 2 раза больше плюс 2. Значит, С2, H4. Есть у нас такое? Нет. Нет. С2, H2. Нет? Нет. Есть. С2, H6. Нет. С3, H6. Нет. Нет. С3, H6 минус 2, 4. С3, H4. Да. Есть. С3, H8. Нет. С4, H8. Нет. Нет. С4, H8 минус 2, 6. Нет. С4, H10. Нет. Нет. С7, H14. Есть? Нет. Есть. И больше с С7 у нас нету ничего. Да? Хорошо. А теперь давайте посмотрим, какие строчки и какие столбцы. У нас получилось 2 матрицы. Какие строчки и столбцы этих матриц соответствуют друг другу. Ну, прежде всего, строчки соответствуют строчкам или столбцам? Столбцам. Почему? Количество. Количество. Да. Потому что строчек у нас 3, а столбцов 4. И здесь у нас тоже строчек 3, а столбцов 4. Так что строчки это строчки, а столбцы это столбцы. Итак, какую строчку проще всего найти? Ну, это имя ингент. На ин, и это Аш равно 2С минус 2. Вот это. Так. А какая строчка соответствует Ан? Е, это Аш равно 2С минус 2. Это Ан. Да. Ан – это самая последняя строчка. А самая последняя? Нет, нет, нет. Ан самая последняя. А вот это – это самая первая строчка. Потому что здесь у нас один плюсик в этой строке, вот он. А здесь у нас в этой строке два плюсика. Хорошо, а теперь ставим столбик. С 7 – это какой столбик? Последняя. Почему? Там один плюсик. Один плюсик у нас еще в первом столбике бывает. Чем отличается плюсик первого столбика от плюсик последнего столбика? По позиции в матрице. Ну-ка математики. Ну, проб, если ин, то это будет где-то в ин, а если вон там Ан, то есть, то проб – это C3. Ан – это… Там только один C7. Два C плюс два, а у нас Ан – это в столбике проб. У вас один C7 и один C2. Вот тот самый… Вот C7. Это ГЕФ или это ЭФ? Мне кажется, это ГЕФ. Почему? А, потому что в строчке тогда… Ага. Потому что… Если я добавлю сюда плюс, то тогда в строчке ГЕФ будет два и строчки… Потому что ГЕФ – это такой одиночный столбец, который пересекается с двойной строчкой. Видите? Он пересекает строчку, в которой два плюса. А вот этот вот столбец, в котором один плюс, пересекает строчку с тремя плюсами. Соответственно, вот этот плюс, он пересекает строчку с двумя или с тремя? С двумя. Значит, это вот этот столбец и есть. Да-да, проб – это C3. Сейчас, подождите. А какой столбец у нас тогда вот этот? Этим. Одиночный столбец, который пересекает строчку с тремя плюсами? Этим. Это C2. Я вам показываю. C2. Да, C2. А вот эти столбцы? Проб – это C3, а БУД – это C4. Почему? Просто смотрите. Ан – это у нас последняя строчка. Да. И только у пробы остался… есть Ан. Да. Вот. И причем у пробы еще пересекает ин, а ин – это… А ин – это строчка с двумя плюсами. Да. Ну, и остается… Да, и остается то, что остается, как раз вот этот вариант. Ну, соответственно, зная этот принцип, как вы понимаете, можно записать абсолютно любое вещество, в котором нужное количество атомов углерода и соответствующее количество атомов водорода. Если бы атомов углерода было больше, то там названия тоже были бы гораздо длиннее и тоже бы отражали число атомов углерода. Выписывать, наверное, смысла нет, потому что, в общем, понятно, как оно собирается, да?